...глава МИД России Сергей Лагон приглашал на переговоры шестёрки по иранской распроядерной программе, передаётся в ряновости. Ранее глава МИД России Сергей Лагон заявлял о том, что намерен вернуться в Лазану на переговоры шестёрки по иранской распроядерной программе, если, цитата, обозначится выход на конкретные договорённости. Президент России Дмитрий Песков же идёт, что говорить о расходах за так называемую аннексию Крыма. Недопустимо. Об этом представитель Кремля сказал в ходе круглого стола, посвящённого 15-летию со дня первой победы Владимира Путина на выборах главы государства, передаёт Ряновости. Вопрос о том, сколько Москва потратила на аннексию Крыма, задавал украинский журналист, бывшему министру финансов России Алексею Кудрину, однако ответил корреспондент Песков, цитата. Речь об аннексии Крыма идти не может. Никакой аннексии Крыма не было соответственно. В этой связи нет ни прямых, ни косвенных расходов Российской Федерации, подчеркнул он. В свою очередь Кудрин заявил, что в связи с присоединением Крыма Москва потратит 150-200 миллиардов долларов за 3-4 года. В Москве после масштабной реконструкции открылся центральный детский магазин на Лубянке. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт Интерфакс. По словам президента Банка ВТБ Андрея Костина, присутствовавшего также на открытии гипермаркета, реконструкция обошлась примерно 8 миллиардов рублей. По данным агентства Москва, в обновлённом здании центрального детского магазина размещены 250 магазинов. На каждом этаже расположены интерактивные зоны с обучающими и привлекательными программами для детей. В Москве, Санкт-Петербург от них роман загружено в городах мира. В Москве, Рио-Де-Жанейро и Мехико. Это следует из исследования компании Том-Том. В последние два года Москва стабильно занимала первое место по уровню пробок среди 217 градусов мира. Но за год ситуация в столице улучшилась. Эксперты говорят, что из-за кризиса граждане стали реже пользоваться автомобилями. Продолжение следует... Первое деловое радио. Главные темы. В Москве 17.30 у микрофона Алексей Пантелеев, задержанный руководитель Сина Реймер, ему предъявили обвинение в мошенничестве при закупке рекламных браслетов. По данным СКР, цена была заушена в 5 раз. Речь идёт о мошенничестве на 3 миллиарда рублей. Речь идёт о мошенничестве при закупке рекламных браслетов. Вlove украин richmond на Стамбул, столица Анкара, как за будущее в piss, по последнему нового причина были квасты рекламными браслетами передачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...